Германию всю неделю лихорадят. Демарш молодого политика Кристиана Линднера, главы от них не лидирующей свободной демократической партии, спровоцировал правительственный кризис. Такого в ФРГ не было уже 70 лет. В воскресенье свободные демократы объявили о непреодолимых противоречиях с блоком Ангела Меркель, сорвав в результате переговоры по коллекционному правительству, которое уже назвали Ямайка, собрав цвета партии. Ведь по итогам последних выборов правящий ХДС хоть по традиции и занял первое место, но получил наихудшие в своей истории цифры. А значит теперь лишь в альянсе с другими партиями резко ослабевший Ангела Меркель под силу сформировать кабинет министров, председателя социал-демократов Мартина Шульца, уже ушедшего в оппозицию, взялся уговорить бывший однопартиец, президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Дескать, важнее партийных интересов государственные. И вероятно, именно Шульцу вскоре придется спасать не лицо, а вчерашнюю соперницу, Меркель, соглашаясь на коалицию с ней. Так ли это узнаем у Константина Гальденсвайга, который присоединяется к нам от берлинской штаб-квартиры СДПГ. Костя, вы сегодня следили за ходом партийной встречи, которая длилась 8 часов и, видимо, перевыборов все-таки не будет. Ну, Екатерина, это как раз еще неизвестно, потому что точного ответа от СДПГ пока что нет. И в самом деле Мартин Шульц выглядел бы нелепо, если бы вслед за категоричными заявлениями о немедленном уходе в оппозицию после провала на выборах, он теперь вдруг резко бы передумал. В немецких газетах и без того Шульца уже именуют, пожалуй, единственным немецким политиком, который сначала не смог прийти во власть, а затем не смог прийти даже в оппозицию. Ну, а если серьезно, то чего там скрывать? Обе крупнейшие немецкие партии и христианские, и социал-демократы, по сути, загнаны в угол. Ведь не решаться же на новые выборы, по итогам которых результаты обеих партий могут лишь ухудшиться в сравнении и без того с плачевными для них голосованием, выборами, которые прошли в сентябре. Но вот сегодня ситуация постепенно проясняется, и, возможно, именно во избежание очередного поражения социал-демократы принимают решение, дают сигнал о готовности начала переговоров с меркелевским ХДС. Правда, для этого сначала им придется уломать не только себя, руководство партии, но и рядовых ее членов, многие из которых, многие из простых социал-демократов выступают категорически против очередных четырех лет в правительстве Меркель. Мол, такое вынужденное партнерство и без того уже в конец обезличило старейшую немецкую партию. Нам предстоит в ближайшие дни и недели провести много разговоров, но оно уже сейчас совершенно ясно. Если эти переговоры приведут к тому, что мы в какой бы то ни было форме, при каком бы то ни было раскладе, примем участие в формировании правительства, голосовать по этому вопросу будут члены нашей партии. Ну вот официально вы правы, в рядах социал-демократов идут жесткие споры, только сегодняшнее заседание в самом деле шло 8 часов. Споры о том вообще, стоит ли садиться за стол переговоров с Ангелой Меркель. Но есть и другая версия происходящего, согласно которой низы-то, может и не могут, но вот верхи в партии еще как хотят снова пойти в правительство. И только ждали подходящего момента, когда ослабленный Ангелий Меркель, социал-демократы смогут навязать свою повестку. Будь то больше социальные политики, медицины, образования или, например, смягчение отношений в отношениях с Москвой, возможно. Как бы то ни было, этот момент, судя по всему, настает уже на следующей неделе. У Франка Вальтера Штайнмайера, президента страны, их слово сказать, тоже бывшего социал-демократа, соберутся как раз главы крупнейших партий ХДС-ХСС с одной стороны и СДПГ с другой. Уже к началу переговоров о Ямайке были слухи о том, что СДПГ ждет, чтобы эти переговоры провалились для того, чтобы набить себе цену. И в данном случае я не удивлюсь, если, мотивируя призывом президента, во-первых, а во-вторых, необходимостью, так сказать, сохранить демократические структуры и стабильность демократическую, они могут действительно передумать. Вот многие восприняли сообщение о провале переговоров по калиции, как гром среди ясного неба, как землетрясение, это я цитирую заголовки, как крушение системы немецкой политической стабильности. Константин, а как в Германии к этому отнеслись? Ну, смотря что, Сергей, считает землетрясением или политическим кризисом, если сравнивать это с другими странами, где все парламентские фракции берут под козырек по телефонному звонку из администрации президента, то да, возможно, это можно называть землетрясением или кризисом. Но в Германии, как кризис, сами немцы это, пожалуй, скорее не ощущают. Временное правительство, так называемое, то есть министры из кабинета прежнего созыва продолжают сейчас исполнять свои обязанности. Ну, а в целом для многих немцев произошедшее, это скорее наоборот подтверждение того, что политическая система функционирует, что демократия – это не пустые слова. Ведь в самом деле, если посмотреть на цифры, то времена вот таких общенародных партий, как ХДС или СДПГ, они в Европе постепенно подходят к концу. В Бундестаг в этот раз этой осенью ушло 40 с лишним движений, 7 из них попало. И это очередное подтверждение все более раздробленного немецкого общества и политического ландшафта, когда ваши политические взгляды определяют не то, рабочие вы, безработные или предприниматели, а то, как настроена, например, ваша новостная лента в Фейсбуке. И вот именно этот раздробленный ландшафт, эти пестрые настроения в обществе и отражают то, что называют сегодня многие кризисом. Ну а с другой стороны, именно за это, например, избиратели тех же свободных демократов и хвалят, высказывают свое уважение к руководству партии, которая действительно сорвала эти переговоры с Меркель. За верность своим принципам, принципам своей, пускай и небольшой партии. Ну, например, в вопросе снижения налогов, или жестком миграционном курсе по отношению к беженцам и так далее. Вот как об этом, о произошедшем высказываются русскоязычные члены свободы демократической партии. В газетах появилось, как так можно видеть, как можно подрывать стабильность Германии. А я скажу, простите, какая стабильность? Стабильность в форме застоя или видеть одни и тяжелиться на экране? Или политическая стабильность, когда заметно, что политика видит вообще стратегические цели для этой страны, недостатки, которые нужно устранить? Я этого не вижу. Я с мадам Меркель стабильность не ассоциирую. Наоборот, переменчивость. Сегодня так, по-другому так. Ну а с другой стороны, именно эта переменчивость Меркель, ее гибкость, конъюнктурность, за которую ее критикуют, готовность работать с кем угодно в одном правительстве, сегодня с правыми, завтра с левоцентристами, потом с зелеными. Вот возможно, именно это Меркель и позволила уже в который раз выйти из очередного очень трудного для нее кризиса, опять не проигравшего, а что называется, на коне. Как раз минувшие четыре недели показали, Ангела Меркель нужна нам сейчас как никогда. Нужна в качестве координатора и того типа политика, которая способна объединить очень многие силы ради работоспособного кабинета министров. Даже из провалившихся переговоров по Ямайской коалиции она вышла более сильной, чем была прежде. Словом, Меркель по-прежнему будет канцлером в следующие четыре года. И вопрос теперь остается только в том, удастся ли ей через четыре года найти после такой тактики Меркель буквально вымыванию конкурентов, удастся ли ей найти достойную замену в ее же партии. Ну, с другой стороны, в сравнении, опять же, с иными странами за Германию тут беспокоиться едва ли стоит. Коллеги. Спасибо, Костя. Это был Константин Гальденсвайк на прямой связи с нами из Берлина. И к другим темам недели.